Ну что, друзья, приветствуем вас на экспресс-обзоре воскресных игр. Сегодня у нас произошло 13 интереснейших противостояний. Сейчас у каждого в матче. Понемногу расскажем о статистике, о героях матча. Ну, в принципе, все как обычно. В 9 утра у нас стартовал воскресный игровой день с поединком между командами Немиш Бруклин. И Бруклин во второй раз обыгрывает ребят из Немешаева. На этот раз победа со счетом 2-4. И Бруклин действительно начинает приятно удивлять. Команда прибавляет с каждым разом, с каждым туром. И я думаю, что уже не будут они выступать в статусе аутсайдера с эрик дивизиона. И будут потихонечку показывать какой-то позитивный результат. Хотелось бы отметить двоих футболистов. Это Игорь Воловьев и Алексей Аштанька. Ребята провели очень и очень хороший поединок. Но Игорь Воловьев все-таки становится героем поединка. Поскольку помимо забитых мячей еще было достаточно черновой работы, которую Игорь успешно выполнял. Дублями отличились эти футболисты. И по одному мячу у Немеша забивали Сергей Федорченко и Алексей Черняк. 25-30 по ударам в пользу коллектива Бруклин. Во втором поединке встречались представители Голд дивизиона, Ураган Терекон. И ожидалось очень интересное противостояние. Но если вы пересмотрите этот поединок, в принципе, как таковой интрига пропала после первого тайма. Поскольку Ураган действительно очень и очень уверенно смотрелся на площадке. Естественно, первой причиной стала хороший сбор в команде Ивана Шемелинца. Приехали все звезды команды. Единственный, наверное, так скажем, старичок. Это команда, которая не играла. Это Юрий Халуб. А так, Ростислав Сачок отличился хэд-триком. Безусловное усиление команды Ураган. Это Виталий Нестерук, я так понимаю, играющий тренер. Команды Изерпеня. Хэд-трик от Сачка. Дубль от Полюховича. Виталий Нестерук отличился одним взятием. Владимир Белецкий. И один мяч на счету Павла Авдиенко. Братарь команды Урагана. Урагана, я даже не помню, когда последний раз забивал. Но, собственно, у ворота Террикона ему отличиться удалось. Единственным мячом у Террикона отличился Дмитрий Заика. 20-15 по ударам в пользу коллектива Урагана. Третье противостояние. Сильвер-дивизион. Отличались команды ДТК-2 по Купон ЮА. Также ожидалось интересное противостояние. Поскольку и у Покупон ЮА стоят высокие задачи на Сильвер-дивизион. И у ДТК-2. Но Покупон ЮА, в принципе, одержал уверенную победу со счетом 0-3. Сразу же скажу о том, что первый тайм у нас завершился со счетом 0-3. Во втором тайме забитых ключей мы не увидели. Но сверхуверенная игра Евгения Чайки, которая и становится игроком поединка. Он забил один гол и дубль на счету Романа Ковтуненко. Но, действительно, Чайка провел очень-очень хороший поединок. 20-25 по ударам в пользу коллектива Покупон ЮА. Следующее противостояние Сильвер-дивизиона. Также встречались команды Блэк Альфа, АЗ-41. И первой причиной, наверное, так скажем, невысокого темпа этой игры и, в принципе, каких-то прочих аспектов стал незначительный сбор. У Блэк Альфа была всего одна замена, а у команды АЗ-41 вовсе не была замена. Ребята в пятером провели весь поединок. И в пятером удалось добыть сверхуверенную победу со счетом 3-8. Первый тайм. В принципе, интрига еще была жива. 2-3 побеждала АЗ-41. Но во втором тайме команде Алексея Косе полностью удалось воплотить свои амбиции в результат. И добыть эти драгоценные три очка. Отличались забитыми голами у нас дублями у АЗ-41. Выстреливали Андрей Гейкин, который признается игроком поединка, Алексей Косе, Игорь Пещан. И также дубль на счету Максима Зайцева. О Блэк Альфа хэтрик на счету Андрея Сарановича. 18-27 по ударам в пользу коллектива АЗ-41. Следующее противостояние гол дивизиона встречались команды Юнджин. И коллектив Феникс открытие Суперлиги. Хотелось бы сразу об этом сказать. Действительно, очень и очень интересно будет наблюдать за батальями в этой лиге. Но Феникс побеждает за счетом 0-3. Набирает свои первые три очка в элитном дивизионе нашего турнира. У Феникса отличались забитыми голами Юрий Бойер, Алексей Ренко. И игроком поединка признается Юрий Ананченко, который отличился красиво. Взятие в ворот Александра Абдуллаева. Юнджине удалось забить, но очень и очень хороший матч. Действительно, ребята провели, пообщавшись с некоторыми представителями Юнджи. Узнав их мнение, они сказали, что счет 4-6 бы смотрелся прекрасно на эту игру, поскольку Юнджи заслужили на голы. И, в принципе, Феникс мог забивать больше. 17-24 по ударам в пользу команды Феникса. В 14-м новое у нас встречались представители Сильвер Дивизиона, Кархер Хаб и уверенная победа Кархера, которые уже потихонечку, как я уже предполагал, перерастают из условного аутсайдера Сильвер Дивизиона в крепкого середняка. И команда Романа Черница добыла победу над командой Романа Галицкого со счетом 6-2. Забитые мячи на счету у Кархера, у Вирослава Курочки на взятие, хит-трик на счету Богдана Шуляка и дубль на счету Александра Дубушевского, который признается игроком поединка. У Хаба забивали Виталий Мельник и Алексей Амельченко. В 14.50 у нас встречались представители Сильвер Дивизиона, Файненс Бизнес Сервис и команда Шевроле. 1-1 у нас завершился первый тайм. ФБС действительно хотели переиграть своего оппонента, один из лидеров Сильвер Дивизиона. Но все-таки с Шевроле показали, что они намерены еще взять реванш у Дженниус Маркетинга и попороться за золотые медали Селект Лиги. 3-5 победа Шевроле, как я уже говорил. Забивали у нас у Шевроле один мяч Николая Раяна в дубле на счету Сергея Юрченко и Алексея Нарожнова. Очень-очень хороший матч провел Нарожнов, потому заслуживает он на звание игрока матча, по моему мнению, в принципе, по мнению организаторского корпуса нашего турнира. У команды Finance Business Service забивали Таранец Вадим, Евгений Синьянский и Вячеслав Приходько. 16-21 по ударам в пользу команды Шевроле. Следующий матч в 15-50 проходил. Силс Хаб встречались с Фрэнк Тимом и хороший поединок провели оба коллектива. Это было противостояние тренерской работы, тренерского опыта. И опыт Виталия Мистерука взял верх над Александром Андреевым. Но все-таки есть быть этому место, поскольку Виталий Мистерук является одним из самых поигравших футзалистов и тренеров в киевском футзале. 3-0 победа Силс Хаба и действительно победа над Фрэнк Тимом началась с двух быстрых мячей. Артема Швеца, который первый мяч особенно рекомендую пересмотреть в обзоре этого поединка. Артем Швеца, естественно, признается игроком матча, поскольку, если грубо говорить, то эту победу сделал именно он. Также у Силс Хаба забил Евгений Берсан. Возвращение Берсана на площадке нашего турнира и сразу же начинается с победы. Силс Хаба набирает важные 3 очка команды Дмитрия Ефросинина, поскольку, я думаю, высокие задачи стоят на бронз-лигу. 16-19 ударов в пользу команды Фрэнк Тим. Но все-таки отличиться команде Александра Андреева в этом поединке не удалось. Следующее противостояние – Джесс Ликтерс-Видстрой. Сильвер дивизион и разгромная победа Видстроя, естественно, можно списать. Разгромное поражение Джесс Ликтерса на незначительный сбор. Ребята, в принципе, вообще не привезли замен. Во втором тайме и вовсе из-за усталости одного из футболистов вынуждены были проводить вторую 20-минутку в меньшинстве. 2-11 победа Видстроя, как я уже говорил, забивали у Видстроя. Роман Броншваль – один мяч, дубль на счету Виктора Буречка и Сергея Кожушка, который признается игроком матча. По одному взять еще – Руслава Ахримовича и Андрея Прятки. Хэт-триком отличился Николай Купов. У Джесс Ликтерс забивали. Лавислав Яковенко отличился и туда, и туда. И Руслан Азадовский. 14-28 по ударам в пользу коллектива Видстроя. В 17-30 все у нас встречались представители «Пронс» дивизиона «Никафлекс» и «Клипс». Победа «Никафлекса» – неуверенная победа команды Сергея Скорика. После первого тайма ребята вели с счетом 4-2, второй тайм вовсе проиграли с счетом 0-1. Все голы у «Никафлекса» были забиты во первом тайме. Отличались забитыми голами. Валентин Васук, который получил повреждения уже в первом тайме и не смог на голову в поединок. Желаем Валентину скорейшего выздоровления и скорейшего возвращения на наш турнир. Также забитый мяч был у Александра Котлевского, Сергея Стративного и Алексея Каракая. Кстати, Каракай признается, игроком матча опыт этого футболиста все-таки, наверное, и позволил Николай Флексу добыть 3 очка. У «Эклипса» с забитыми мячами. Отличались Дмитрий Косенко, Виталий Макарчук и Павел Симоненко. 24-22 по ударам в пользу коллектива. Ника Флекс. 18-20 игра гол дивизиона. Тек-вит экспорт Голаса и команда Сергея Кожушка переигрывает команду Романа Галецкого со счетом 4-2. Хотелось бы отметить, естественно, Голаса в том плане, что после первого тайма ребята проигрывали со счетом 0-3. Во втором тайме им удалось одержать победу со счетом 2-1. В сумме 4-2 победа экспортеров. Спортёров забитые голы на счету у «Эквит экспорта» у Сергея Кожушка. Также Максим Милиневский отличился одним взятием ворот и становится игроком матча. Еще у «Эквит экспорта» забивали Сергей Остапенко и автогол у Владислава Лукаша. У команды Голаса забитые голы на счету Ярослава Решетняка и Олега Романчука. Также хотелось бы отметить, что Роман Третьяк также не реализовал 10-метровый удар в ворота Игоря Домбровского. Предпоследний поединок воскресного игрового дня встречались коллективы «Дельбики» в «Северо Юнайтед». И вот этот поединок действительно был одним из самых интригующих нашего игрового дня. Матч закончился со счетом 1-2. Вот такое вот нехарактерное количество забитых голов в принципе для мини-футбола. Первый тайм вовсе закончился со счетом 0-0. 24-22 по ударам в пользу «Дельбики» в забитые голы на счету. У «Дельбики» забил единственный мяч Като, у «Северо Юнайтед» Олег Литвин и Сергей Федорченко добыли эту победу. На героем поединка признается Андрей Насадюк. Приобретение «Северо Юнайтед» и вратарь «Северо Юнайтед» действительно подтвердил то, что он не зря находится в «Северо-дивизионе» и является одним из лучших вратарей этой лиги. Ну что, последнее противостояние встречались представители Суперлиги. Уличная еда встречалась с коллективом по Купон Старс. Хотелось бы напомнить, что в Кубковых баталиях уличная еда проиграла коллективу по Купон Старс со счетом 1-8. И сейчас по Купон Старс снова одерживает победу, но не такую убедительную, как в Кубковом матче. 2-6 победа коллектива «Артема Беседы». Очень хороший поединок провели Ярослав Кутовой и Александр Рус. Александр Рус признается игроком матча «Хэт-трик» на счету Саши. Дубль забил именно Кутовой и один мяч забил Максим Камынин. Уличной еды отличались Денис Ковш и Руслан Мурга. 18-20 по ударам в пользу команды по Купон Старс. Ну что, на этом у нас, собственно, завершился воскресный игровой день. Интереснейшие противостояния, интересные матчи, интрига. Но только начинается у нас второй круг. Я думаю, что дальше будет намного интересней. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на все наши соцсети. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Ставьте лайк и нажимайте на колокольчик. Для вас этот обзор делал Антон Лошак. Всем пока.